Первый вывод, что сподвижники, им внушалось Аллахом, это называется Ильхам, не вахи, не откровение, что не спосылается знание от Аллах, ангел приходит, передающий от Аллах знание, или Аллах говорит через завесу, или открывается сердце, как открывается сердце пророков, нет, имеется ввиду Ильхам, то есть так человек внушает Аллах, что-то сказать или что-то сделать. Вот сподвижники, им внушалось правильно, им внушалась истина, им внушались какие-то благословенные мольбы, какие-то благословенные зикры, то, что относится к сунне, мы говорим это сунна, до того, как это не спосылалось пророку Аллею Саратууссарам в откровении, вахи. Было такое, бывало такое, что с подвижником что-то внушалось до того, как из религии, да, из их-то зикров, дуа, из правильного, из сунны, до того, как это не спосылалось пророку Аллею Саратууссара. Они люди особые, да, потому что они люди особые, они люди избранные Аллахом Субханава Тааля для того, чтобы быть соратниками, спутниками, помощниками его пророка. Их сердца, они были созвучны сердцу пророка Аллею Саратууссара, что соответствовали сердцу пророка Аллею Саратууссара. Вот этот сподвижник, видите, пришел, произнес эти слова, сказал после Аллаху Акбар, «Хамду лилля, хамдан кассирам, фаибан мубаракам фи», в то время еще это не было сунной, чтобы было, это ему известно правильно, у него не было знания какого-то, что вот этот сунн так говорить. Вот так вот сердце запало ему, так внушил Аллаху Акбар, рассказать ему вот эти вот слова. Так они делали, и вот теперь смотрите, если что-то приходило им, да, на ум, что-то западало в сердце, что-то в душу, что-то сказать, они это говорили внимательно, они это произносили во время Ташрия, то есть во время установления религии, во время установления шариата, во время неспослания, откровения Аллахом Субханава Тааля, то есть, что означает? Означает это внимательно, если то, что они обнаруживали, да, в своих сердцах, в своих душах и произносили это, если это было от Аллаха Субханава Тааля, если это от Аллаха, польза какая? Польза такая, что, ну ведь мог же сам проуксусом сказать, вот так вот говорите, но сначала Аллах Субханава Тааля делал так, что кто-то из подвижников ему внушалось, а потом что-то неспосылалось откровение, подтверждающее это. Польза от этого, что сподвижник, говоря это, а потом проуксусом подтверждал, что это правильно, сподвижник, говоря это, тем самым удостаивался, чего? Награды за это, и награды, во-первых, за свое одеяние, награду получает также за тех, которые делают после него, вот это одеяние поступает в соответствии с этой сунной, до судного дня. До судного дня. Все, кто делает так, этому человеку пишется, что награда. А если то, что он находил в своей душе, и потом делали, произносил, это было от шейтана, и это не было сунной, тогда пророк Алис Саратусаром опровергал это, запрещал это, опровергал это, и польза-то какая в этом? Польза, что люди видели это и оставляли это. То есть в нем был такой пример, через него, что люди понимали, приходили к знанию, что это запрещено, и оставляли это. Понятно или нет? Хан-далилля. ДОСОН. ДОСОН.